Девушки отдыхают Очень сложный жених с очень сложной судьбой Да и невеста тоже не без ошибок прошлого Бороться за него будут сегодня Сладкоежка Татьяна, рукодельница Анна и цветочница Екатерина Но сначала давайте с женихом познакомимся Я вам делал в жизни немного, немало ошибок И совершил очень много зла Но слава Богу встал на путь исправления И надеюсь встретить здесь замечательную девушку С которой буду счастлив И могу посвятить себя ей Спасибо, проходите АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вячеслав, 33 года Развелся с женой после того, как узнал, что теща готовит против него заговор Вячеслав руководитель филиала благотворительной организации Мечтает построить дом, завести большую собаку и жить для жены и детей Признается, что любит поговорить Предупреждая, что у него нет собственного жилья Вячеслав не обратит внимания на обладательницу вредных привычек, лишнего веса и сложного характера Женится на веселой, активной хозяюшке, которая не умеет ругаться АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте Вы близкие друзья? Ну да, на данный момент, да Давно дружите? Около года А что вас связывает, Жанна? Ну, в первую очередь связывает то, что, наверное, одинаковые взгляды на жизнь То, что любим доброту, добрых людей, сами такие Вы были женаты? Да И считаете, что вас развела теща? Я не могу однозначно сказать, что это вина либо жены, либо тещи Но потому как огромный процент вины моей есть в этом Потому что я неправильно сам ввел жизнь Скажите, когда вы женились, вы употребляли? Да, я употреблял, но это делал все очень грамотно Она была в курсе? Нет, она даже как бы не догадывалась И она была младше вас? Нет, она была старше на 6 лет Но она не представляла то, чем вы занимаетесь? Нет, я достаточно культурно жил, я работал, я не вел такой совсем уж беспорядочный образ жизни Итак, вы встречаетесь с женщиной, которая старше вас У вас роман, вы от нее скрываете, что вы употребляете и женитесь Да Она ребенка родила? Да, абсолютно здоровый ребенок, все нормально Я, ну это была не система, то есть я употреблял, но это как бы, это было или так Зависимости такой нет, то есть была, наверное, только зависимость Зависимость была в целом, потому что, это невозможно сказать от определенного вида какого-то Потому что это кайф От кайфа зависит все, только от разума Ну конечно Я думаю, что это очень интересно, молодой человек Как узнала о тёще, что вы употребляете? Моя мама, к сожалению, сделала, ну, такой поступок Она позвонила и сообщила моей, ну, тёще и жене, что, ну вот То есть она как бы уже последняя, то есть и так все было очень сильно накалено Потому что тёща, наверное, о чём-то догадывалась, потому что вы считаете, что она заговор против вас устраивала, когда звонила своей подруге И неспроста же она говорила, я готова ему даже подложить что-то в сумку, только чтобы его забрали Значит, она догадывалась, либо она уже была в курсе, что вы употребляете? Ну, конечно, это всё равно сложно скрывать Да, и вот звонит ваша мама и говорит кому? Вашей жене или тёще? Ну, я точно не знаю кому-то, но кому-то из них, она, скорее всего, наверное, тёще позвонила У неё на лице всё написано, вот реально, что у неё тяжёлая жизнь была И разразился скандал? Да, это было последнее вообще уже всё, точка, капля уже всё, и потом я уже, ну, не смог ничего Вы поехали разбираться с мамой? Ну, я вернулся домой, это просто был обычный мой возвращение домой То есть, ну, я пришёл в состоянии, конечно, неадекватном, переполненный негативными эмоциями И злостью на всех, и на всё, наверное, и опять же, конечно, в нетрезвом состоянии И совершил, ну, вообще, там, ужасный поступок То есть, я поругался с матерью настолько сильно, что даже, ну, поднял руку на мать Совершил вообще, там, ну, ужасные вещи такие Если вы уже об этом говорите, вам просто поклон, вот, низкий Потому что то, что вы уже это произнесли вслух Вы просили прощения у неё? Я пытался это сделать, я пытался звонить, я пытался писать там письма Я даже приезжал в Новосибирск, и она проживает сейчас Ну, слушай, это, конечно, очень серьёзно Рекинтань, сразу говорю, если на мать поднял, тебя вообще убьёт У вас есть уникальная возможность Попросить прощения и не жить больше с этим Вот избавьтесь от этого ада, который сейчас внутри вас Попросите у мамы прощения Попросите, милый, попросите у неё прощения Моя милая мама Я тебя не переставал любить никогда И я прошу тебя, прости, если сможешь За то, что я сделал, за то, что я всю жизнь совершал какие-то вещи Я жалею об этом, не перестаю жалеть И не было возможности просто сказать это Прости, если сможешь С женой в каких отношениях сейчас? Вы же пять лет уже не употребляете? Да, пять лет Кто вам помог? Это вот, я говорю, был замечательный человек В городе Егорске, в Хантамансийском автономном округе Я приехал И как бы, он был абсолютно посторонним для меня человеком Ну, так сложилось как-то, я не знаю Видимо, Бог помог, как-то столкнул меня с этим человеком Ну, который мне просто сказал, что есть возможность, что есть Слава, с бывшей женой не встречайся Ребенка она не дает, да? Нет Сколько сейчас ребенку? Одиннадцать лет Одиннадцать лет Как вы считаете, когда он сможет вас понять, простить Когда, через сколько лет вы можете с ним объясниться? А нужно вам будет это сделать обязательно Обязательно на собственном примере сказать Что вы были в этом аду И вы выжили Слушай, а где он нашел такую блондинку себе? Вот это вот очень интересно Ванечка, тебе очень интересно Послушаем в музей его, посмотрим, что она говорит Это очень мудрая женщина И вот реально, вот ее вся страна уже Ты ее поклонник, да? Была даже ситуация, когда они хотели поехать за границу И нужно было ваше разрешение Но она пожертвовала встречей вашего сына с вами Да, все было очень просто И не поехала никуда только, чтобы не давать вам встречаться Представляете, как вы ее... Нет, а почему он не дал разрешение? Поехал бы ребенок Глядишь, так и первая ступенька была Первый шаг бы Вы же замаливаете грехи А не она перед вами А ребенок здесь еще Все очень просто Почему бы нет? Я же не сказал, что это нет Только дайте мне увидеться с ребенком И пожалуйста, езжайте А без условий? Нет Почему? Потому что это, скорее всего, будет выезд И выезд навсегда в Германию Когда я потом больше не увижу Думаете, навсегда? Я отрицательно отношусь к тому, что он не дал разрешение на выезд ребенка Конечно Вы же знаете, в какой школе он учится, где он живет Вы можете поехать туда? Просто это нужно сделать так все умно Вам нужно поговорить с детским психологом И нужно это все сделать очень грамотно Либо сын поймет и простит Нужно знать, во сколько лет Все нужно сделать Только с профессиональностью Если ребенку сказали, что папа космонавт То он так и думает Но вы космонавт И ребенок знает эту правду Понимаете? Вас не оклеветали Ну давайте, слава Богу Уже числи перед собой Но вы именно тот О ком мы рассказали Мальчику Понимаете? Это ваш грех И я не знаю, сколько времени Что пройдет, прежде чем вы искупите Мальчишка ни при чем Либо он вас простит и поймет Но нельзя это делать сейчас как-то вот в судорогах Понимаете? Те же свое самолюбие Я страдал Ребенок мой и так далее Я этого не делаю Вот, поэтому не делайте Будьте благоразумны Всему свое время Ты бы вот хотел, что твой будущий муж Был бывший наркоман Из бывших Ну давайте честно только Ну я думаю, что да Вы хотите жениться, раз пришли на программу, да? Да, было бы неплохо Если бы я встретил бы девушку замечательно Как вам кажется, с кем вам будет Легче Не вернуться К прежней жизни Ну с кем вам будет правильнее жить? С девушкой, которая прошла Через такие же круги ада, как и вы Или абсолютно далеко от этого Которая ничем не будет вам напоминать Про тот ад Я думаю, что это Ну значения огромного не имеет Хорошо, вам нужна девушка С кем вам будет легче Навсегда забыть? Ну хотелось, чтобы навсегда забыли Я думаю, главное, чтобы это был добрый человек Который понимал меня Она будет добрая А я, кстати, очень много добрых людей среди наркоманов Ну не просто какая-то добрость Добрый, потому что он себе шмыгнулся, понимаешь, с утра И весь день добрый Пока ломки не начались О чем вы говорите? Какая доброта? Доброта настоящая, она и с кулаками Доброта это та, когда приковывает к батарее, чтобы человек переломался Понимаете? Делают что-то Вот это доброта А какая доброта? Какая вам нужна доброта? Игорь Асим, да, помог маму Конечно Я понимаю прекрасно Вот вам какая нужна добрая? Простой, обычный, нормальный человек Просто главное, чтобы это был не гордый человек И который хочет создать семью И хочет счастливую жизнь Как ты думаешь, с кем ему жить? Которая это просто прошла вот как стороной Или которая сама в этом была? Тоже наркотики употребляла, там алкоголь Мне кажется, вообще искрой А как сами чувствуете, Слав, можете сорваться? Ни за что Однозначно А с алкоголем как? Абсолютно я на сегодняшний день не употребляю ничего Ни сигарет, ни алкоголя, никакого-либо Никакой зависимости абсолютно Дай Бог Дай Бог Роза, Василиса Я очень хочу, чтобы мама Славы простила его И я даже Я задам, конечно, вам вопрос Как вам кажется За какой поступок мать не может простить своего сына? Можно я отвечу первой на свой же поставленный вопрос? Я считаю, что всегда виноваты те, кто взрослее И это наши грехи Это грехи наши Если с нашими детьми что-то происходит и случается Виноваты мы Только И никто больше Даже когда Кто-то искушает во дворе Даже если он попадает в дурную компанию Если у тебя рука в руку с твоими детьми Если ты с ними дышишь в унисон То можно этого избежать У меня у самой сын И я проходила, ну не такие Вот я вот в унисон дышала со своими детьми Жертва по деньгами, работая, но была рядом И не пожалела А мать должна простить все Да Все А то она и мать И быть рядом со своим Как зовут вашу маму? Наталья Ивановна Наталья Ивановна, милая Вы, конечно же, смотрите эту программу За каждую вашу слезинку у меня просто сжимается сердце Я понимаю, через что вы прошли Что вы пережили Но вот Слава, он же есть Вы его родили, ему 33 года И он хочет начать новую жизнь Вы же знаете, что такое материнское проклятие, правда? И вы знаете, что такое материнское непрощение? Поэтому моя просьба, просьба нас всех Простите его, пожалуйста Не простите, у него не начнется новая жизнь Я думаю, 5 лет трезвости это о чем-то уже говорит То, что я думаю, назад уже возвращаться Не хочет это терять Я считаю так Вячеслав, вы должны выбирать девушку из своих Вот точно такую же, которая как бы запуталась Потом встала на путь истинный Поймете друг друга, поддержите А вот молодые девчонки, которые это не прошли Я не вижу основания таким девочкам проходить У них должно быть все тоже по-чистому У вас опыт, у нее опыт Вот я такую хочу Спасибо, Роза Я тоже говорила всегда И повторяю У вас свои университеты У других свои Я не ставлю Живите ради Бога И будьте здоровы Чтобы у вас все было хорошо Но девчонки неискушенные Не нужно Потому что Вас очень тяжело рассекретить Согласно с Розой Должна быть та, которая прошла ад Но я думаю, что если судьба Сегодня решила, что вы будете вместе То так оно и случится Если нет, значит Значит будет еще кто-то Помните, что родители прощают Но и силы родителей иногда не безграничны Это в том числе и детям-подросткам Совсем маленьким, молоденьким Которым кажется, что вся жизнь впереди Они еще могут бедокурить очень-очень долго Помните, у родителей тоже иногда Опускаются руки И тоже не хватает на вас силы И родители тоже люди Вам нужна Женщина не гордая Вы не зря повторили это слово дважды Это действительно так Вам нужна достаточно скромная Я бы даже сказала Та, которая не будет очень эмоциональной У вас эмоции внутри Вы не умеете их выражать ярко И вам нужна та, которая не будет С объятиями, с поцелуями, с криками Бросаться на шею Нужна очень сдержанная женщина О себе очень скромного представления И та, которая будет Может быть незаметной Очень прагматичной В хорошем смысле слова Не та, которая будет от вас денег требовать А та, которая сумеет правильно посчитать И распределить то, что у вас есть Вот я вам советую Экономную, земную, рачительную И такую, на повседневном уровне Очень хваткую После рекламы у нашего жениха Состоится первое свидание Не пропустите В эфире «Давай поженимся» У нас в студии Вячеслав Встречайте первую невесту Привет, меня зовут Таня Вячеслав Я думаю, что эта встреча Перевернет твою жизнь на 180 градусов И в твоей жизни появится тот свет Который ты ждешь И к которому ты нуждаешься Мне очень приятно с тобой познакомиться Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, 34 года Организатор мероприятий в благотворительном фонде Все свободное время отдает любимой работе Предупреждает, что она сладкоежка Мечтает создать счастливую семью Татьяна вместе с мужем употребляла запрещенные препараты А когда прошли курс лечения, он ушел к другой Надеется, что Вячеслав не боится трудностей АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте Я тоже вам благодарна за то, что вы Говорите об этой проблеме вот так вслуху Но вы, наверное, уже привыкли Сколько вам было лет, когда Вы были по ту сторону? В 18 лет я ушла замуж И мой муж имел пагубные привычки Я не знала об этом Ну и потом пришел такой момент Для того, чтобы захоронить семью Мы начали вместе употреблять Вы ему сначала поставили условия Да, я поставила ему условия, что нам надо расходиться Но в то время, как бы, никто не знал об этой проблеме так обширно, как сейчас Да ну что вы, вам 34 года, конечно, знали Ну, все равно, как бороться с этим, никто нам не говорил То есть, как бы, мы хотели своими силами Родители, я, семья А вот когда вы попробовали при муже, имея ребенка Он вас не держал за руку? Ну И когда вы стали употреблять вместе Прошли ссоры Зажили душа в душу, да? Да, прошли ссоры И мы начали любить друг друга, как раньше Но это была иллюзия такая временная А кто ребенком в это время занимался? Ну, мы же и занимались Ты же всегда хочешь вытащить А не всегда хватает сил Не всегда понимаешь, что уговоры Видишь, ну, тоже уносят Вы уже не выходили из комнаты, да? Ну, мой мир сузился до комнаты и туалета Ребенок, которому покупали игрушки Она не открывала коробки Плачьте Потому что, значит, вы живая Значит, вы искренний человек И люди, которые смотрят Я дорого отдам за ваши слезы Понимаете? И что у ребенок? Ну, она не открывала игрушки, которые были И писала записку, чтобы мама или папа ее поцеловали Ну, это вот, наверное, для родителей Это был пик И я просто поняла, что мы находимся в иллюзии С работой мы уже ушли и так далее, и так далее Ну, и у нас был друг, который проходил реабилитацию Но он приезжал полгода Уговаривал нас Ну, и потом, в конце концов, мы решились Сколько лет назад? Пять лет назад И после реабилитации у нас с мужем разошлись взгляды Потому что он продолжал и коктейль себе позволять, и сигаретку А вы для себя закрыли вообще Ну, да, я просто себя решила К любому кайфу, к любой зависимости, да? Что больше никогда я туда не вернусь Потому что это, если уже сравнить, это был ад Бездной, с которой, ну, не было свет Ну, и сейчас я нахожусь здесь Сколько ребенку? Ребенку 14 лет, это моя дочь Ну, ты знаешь, я бы дала ей около 40 лет Как ей живется? Как вы с ней разговариваете? Вы же понимаете, что многие вещи... Ну, разговариваю, как со взрослой девочкой И причем, знаете, происходят такие вещи Но она не боится наркоманов Она знает, что они могут, ну, иметь другую жизнь Потому что мама, ну, можно сказать, имела другую И сейчас имеет другую И она даже некоторым в школе говорит, что мама занимается именно этим И может рассказать вам всю правду Да Но дочка понимает, что вы одна из миллиарда Которая вернулась из ада Ну, можно сказать, что нельзя А вы нужно говорить, а вы нужно кричать об этом Понимаете, чтобы у них не оставалось иллюзии Что по молодости можно вот так вот, да? Да А потом вернуться и выглядеть прекрасно, как сейчас выглядите вы Спасибо Татьяна дошла, я думаю, до самого дна Которого можно дойти, потому что если ты Относишься с безразличием к ребенку, я думаю, хуже, уже ничего ниже не может быть С кем вам будет жить легче, правильнее, понятнее С кем вы можете стать счастливы? С человеком, который ежесекундно будет вам напоминать о прошлом То есть тот, который прошел через этот ад И вы будете все время заглядывать в его зрачки И будете все время бояться, вернется, не вернется Или с человеком абсолютно без другого мира Который не будет знать, что это такое Который ведет здоровый образ жизни Я просто, я думаю, что такой человек И Татьяна, я думаю, что она принесет радость в его жизнь Ребят, а вы не занимались этим? Не занимались Нет, ну так, я могу сказать, да, за свою жизнь И вы, Артур, сколько лет трезвые? Два года А вы? У меня три с половиной года трезвости Но у меня была такая клубная жизнь И почему-то на блондинку сразу посмотрела И увидел, что где-то схожие, наверное, с одного факультета, так скажем Вот, почему-то Только у меня просто зорки в глаз, я вижу Вообще семьи создаются, когда люди искренне Когда люди играют какие-то роли Я сейчас сама расплачусь Такие-то истории очень сильные А жить ты теперь где? Вы-то как? Вот мама-то ваша как? Моя мама как? Ну, подвинется в смысле? Ну, да, я думаю, подвинется Но вы знаете, с родителями в любом случае Я думаю, что жить нам не придется Потому что, ну, я, может быть, так поделюсь Люди, которые раньше имели какие-то пагубные привычки Они имеют очень большой потенциал И если мы уже затрагивали эту тему Хочу ли я жить с тем человеком, который раньше имел такую привычку Или с обычным Да, я хочу жить с необычным человеком А вот, Вячеслав, вот на территории женщины как? Не будет у вас, вот Лариса называет это Ущемленный мужской понт? Я думаю, я... Что бы не до понтов, наверное, сейчас ущемленных, правда же? Нет, совершенно правы вы, но в любом случае Я всю свою сознательную жизнь занимался строительством И, слава Богу, я... А есть куда руки приложить? Совершенно верно А, Таняшки, нет у вас? Есть Во! Ребята, дай Бог, вот дай Господи вам Танечка, скажите, Светлевич Слава, я хочу подарить себе вот такую коробочку В этой коробочке находится вот этот предмет Когда ты его откроешь, дом Это будет тебе напоминать обо мне И символизировать, может быть, то, что ты постелешь здесь И оно прорастет, это надо поливать Инструкция написана здесь Посмотрите, какая мудрая девушка Да, мудрая Я, опять же, не могу сказать, что, к сожалению, так Потому что сегодня передача исключительная Спасибо, а кто эти прелестницы? Это мои подружки, которые строят песни про любовь А мы с вами можем пройти туда и потанцевать О-о-о-о Ого, смелая Татьяна берет, как говорится, быка за рога И то, что было на Беларе Откроется потом Мой рок-ролл Это не цель И даже не средство Не новое, а заново Один и об одном Торога — мой дом И для любви Светлением места Прольются все слова, как дождь Ведь там, где ты меня не ждешь Ночные ветры принесут тебе прохладу Слушайте, ну они так благо смотрятся, да? Да, она такая скромная Спасибо Артур, Иван, забирайте свою подружку Желаю вам счастья О, ну как тебе танец? Кстати, вы смотрели, Статьяна? Мне кажется, да Вот наша пара, пара Вам понравилась, Татьяна? Да, Татьяна мне понравилась Замечательный человек Что-то, может быть, насторожило в ней Может быть, что-то испугало Может быть, вы во что-то не поверили Ты вообще почувствовала что-нибудь? Энергетику? У нас очень много общего Поэтому это действительно Роза, как тебе, Татьяна? Вы знаете, вот Я и жизнь сама долгую прожила Как говорится И сватаю каждый день И вижу судьбы И знаю, о чем говорю Чаще всего мы Женщины, как говорится Выбираем мужчину А потом его и любим А почему бы мужчинам Не попробовать Пойти тем же самым путем? Это неплохой вариант, кстати Вот выберите свою А потом через уважение к ней То, что она Будет за вами ухаживать Будет даже рисковать где-то Будет верить, доверять Раз уж, как говорится, соглашается На такую ситуацию Вот и полюбить ее за это То есть потом Это любовь Это уже решение Это будет как награда вам А то все что-то про любовь сначала А вот про трудности Вы как-то забываете А вот здесь, пожалуйста Начинайте с трудностей А любовь как дар вам будет Вот, правильно А то женщины всегда выбирают Почему мужчины не выбирают? Ответственности не хотят брать Меня раздирает Дикое сострадание И к вам, и к Татьяне И меня совершенно глушит гнев Который во мне И который я в себе сдерживаю У меня абсолютно живые эмоции Мне хочется и плакать И убить вас, понимаете? Мне хочется вас бить головой Вот об это стекло И жалеть вас И пережимать к себе И к Татьяне у меня Те же самые чувства Ребята, у вас дети Но вы можете Сегодня все самое доброе Все самое лучшее, что есть у вас Направить на своих детей Понимаете? Ради детей стоит жить и можно Наши дети, это наше будущее Если мы сейчас не будем менять Ну, мировоззрение наших детей Это нужно сказать, что будущее страны И вообще всего-всего Оно просто мертвое А я вот сижу и думаю Что когда речь идет о такой страшной проблеме О которой мы сегодня говорим Интересы выживания вида Человеческого в целом Должны стоять выше, чем интересы Конкретного человека Даже конкретного партнера Спасать партнера замечательно Не свалитесь в эту яму сами Если рядом оказались весы Вовлеченные в беду Вытаскивайте, потому что Люди этого знака Малосамостоятельные Только чужая помощь их способна Давай поженимся Теперь в вашем обильном Наберите 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет в любое время И не пропустите новое знакомство Через несколько минут Оставайтесь с нами В эфире Давай поженимся У нас в гостях Вячеслав Встречайте вторую невесту Здравствуйте, Вячеслав Я считаю, что вы молодец И желаю вам не терять веру в себя Спасибо 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 Спасибо, проходите Анна, 34 года Главный бухгалтер Рыболовная усадьба Вышивает картины бисером Много читает И хорошо готовит Гордится тем, что Одна вырастила дочь Мечтает выйти замуж И родить ребенка Анна бросила мужа Ради нового возлюбленного А он оказался алкоголиком Надеется, что Вячеслав Ведет здоровое про жизнь Здравствуйте, Анна Здравствуйте, девочки Здравствуйте Как так получилось, что вы бросили родного мужа Отца своей дочки Ради алкоголика Ну я не знала, что он алкоголик Да Вот так же, как мы слушали сейчас про Вячеслава То есть он абсолютно был нормальный человек Он работал Он был инструктором по вождению Да, работал постоянно То есть руки не тряслись, молодой Нет, молодой тоже Его влюбились, закружились Сколько было девочке лет? Пять лет Пять лет Сообщили мужу об этом Или он как-то случайно узнал о Вашей неверности? Ну, даже и узнал, и не узнал Мы стали ругаться И как-то так вот и расстались Он пошел, и я пошла Ну вы ему сказали, почему? Нет И вот вы стали жить со своим возлюбленным Ребенка забрали И как выяснилось, что он употребляет? Как выяснилось, после свадьбы Сразу же? Сразу Прямо во время свадьбы он стал наливать себе алкоголь А бывший Вас не возвращал? Не пожалели, что ушли от отца ребенка? Ну такое бывает Было, жалела Жалели? Не простил? Ну, у него уже другая семья Тоже быстро как-то он это определился Ну да А сейчас Ваш бывший женат благополучно? У него все хорошо? Да, да У него есть дочка Общаетесь? Ну, мало очень Больше с дочкой А когда он еще не успел жениться? Я была так... Так хотела помочь человеку Так хотела его вылечить Что я, собственно, этого не замечала Ну, Аня тоже Вот видите, у нее В глазах Большой-большой опыт жизненный Опять же, они Ну, они похожи Анечка, а вот у нас вообще ничего нет У вас я при данном вижу квартиру и дачу И дочку У вас был уже алкоголик Сейчас не страшно? Страшно Так человек говорит, что завязал навсегда Не верю В общем, одна соперница Претендентка Автоматически отпадает У меня по чувствам жалость какая-то Мне очень хочется помочь ее мужу, этой семье И то, что у вас влажные глаза И то, что вы переживаете Я вам так благодарна, Аня На самом деле Вы имеете право Больше не жить на пороховой бочке Вы имеете право Не просыпаться в страхе Но мне как-то верится, что Вячеслав Будет вести твердый Зато, честно, вот мне кажется Мы же много чего говорим нашим детям Там, не курить, а сами курим А потом удивляем Чего это наши дети покуривать начали А вот когда честно Вот так вот И дети видят, что в этом есть правда Что можем отступиться Что это вот так вот Как не надо это делать Вот эта честность, мне кажется Она больше пользы приносит, чем разговоры Не, ну милая девушка Милая, мне, кстати, она очень нравится Она же хорошая девушка Да, да, милая А что она приготовила, интересно? Я вот, я думаю, что пирог просто Какой-то сахарной пудро Ты что, или бисер Из бисера Слушай, из бисера Вы красавицы Я думаю, будет очень много откликов на вас И если вы нас еще сейчас удивите сюрпризом То вы придете к нам в следующий раз И за вас будет бороться Вячеслав, пойдемте Сейчас я покажу мой сюрприз Ну, поскольку я работаю в рыболовной усадьбе Я вот сама поймала для вас форель Мне ее помогли закоптить И хочу, чтобы вы ее попробовали Вы любите рыбу? Да Да? Очень хорошо Попробуйте сами Нет, давайте Раз уж взялись Давайте Небольшой кусочек Вы любите рыбалку? Да Очень положительно Отношусь к активному образу жизни Рыбалка, охота, спорт Давайте Попробуйте Понравится вам Наша рыба? Замечательно Замечательно Спасибо Прекрасный сюрприз Запах фантастический Забирайте дочку и сестру И проходите в свою комнату Вот вы бы смогли с ней создать семью? Я думаю, что этот человек дальше от меня Чем, ну Ну, например, скажем так Даже чем Татьяна Ну, потому что Это сразу видно Это сразу барьеры То есть преграда Что человек Против Потому что Потому что вы будете говорить на китайском языке А она на японском И вроде у обоих глаза узкий И язык Вот чьим-то, например, друг друга не понимаете Поэтому Все из одного мира Она замечательная Да? Она красивая девушка А посмотрите, какой сюрприз Какую рыбку она для вас закоптила Восхитительно Роза, как тебе? А я, Анечка, понимаю Я сама боюсь Знаете, когда тебя мутузили Как тузи грелку Тут будешь шарахаться от всего Даже хоть сколько времени бы не прошло бы Да, да Все верно абсолютно Да, да Все Все говорят верно Она правильно сказала одно слово Что из разного мира Да, все, это всем уже все сказано Когда я увидела ее гороскоп С восходящим Марсом Мне стало понятно Что она такая динамичная, бойкая Действенная особа Что рядом с ней любой мужчина Может показаться мямлей Даже вполне себе активной и мужественной Мой совет ей просто на будущее Не бежать впереди паровоза Не ускорять самой событий Не напирать на мужчину Не брать на себя мужские функции и обязанности И не считать, что кто-то должен с ней соревноваться В ее действенности И тогда следующие отношения удадутся И считаться с чувствами других людей Даже если это человек мямля Это обязательно Вот, вот, наверное Такие гороскопы тоже, правду говоря Да Встречайте третью невесту Привет, если ты хочешь создать прекрасную семью И ощутить всем сердцем, что такое счастье Домашнее уюта тепло Пойдем знакомиться Меня зовут Катя Замечательно Вячеслав Спасибо Екатерина 35 лет Руководитель отдела профилактики В центре здоровой молодежи Увлекается рыбалкой и флористикой Любит поспать и мечтает о свадебном путешествии По Средиземному морю Признается, что совершила в жизни серьезную ошибку Возлюбленная Екатерина Страдала серьезным заболеванием Долго пыталась его спасти, но в итоге потеряла Надеется, что с Вячеславом Она начнет жизнь с чистого листа Здравствуйте, Екатерина Спасибо, что пришли За какую ошибку корите себя по сей день? Это та ошибка, которую Можно сказать, в ранней молодости я употребила И меня постепенно затянуло в это болото Которое сгубило моих 12 лет И вы познакомились с мужчиной на работе, да? Который был старше вас Который не употреблял, естественно, знать не сдал, что это такое Но у вас была любовь? Да Это мужчина был гораздо старше Меня порядком около 15 лет Он был женат, когда мы с ним познакомились Буквально через месяц я уже переехала к нему домой Он разошелся с женой Нет, это было не так Он привел вас в свою семью И своей жене сказал Я люблю Екатерину Вот именно было так Она будет здесь жить? Именно было так Я пришла И жену выставил с ребенком? Нет, у жены не было ребенка У них не было детей А куда он ее... Куда она уехала? Куда она ушла? У нее была своя квартира, она поехала домой Угу Вам не было ее жалко? Было И он стал с вами употреблять? Вы ему предложили? Да, какое-то время я вот опять затянулась наркотики И он тоже начал вместе употреблять Как вы вылечились? Я много раз пыталась обращаться в больницы Семь раз у меня были попытки лечения Я прошла реабилитацию И где осталось работать Эта девушка, в принципе, тоже ему подходит С таким тяжелым прошлым Ну, как-то более гармонично Они смотрятся с первой девушкой Они уже более гармонично смотрятся с первой А ваш мужчина? Почему он не с вами? Были попытки Я его отправляла на реабилитацию Но, к сожалению, он прерывал реабилитационный процесс Он не мог с этим справиться Было две попытки Но он был такой Он умер от передозировки? Нет, он умер от чахотки И сопутствующих заболеваний от приема наркотиков Ну, вы чувствуете за собой грех, что это вы его подсадили? И что вы убили этого человека? Вы об этом грехе говорите, который не можете себе просить по сей день? Или о каком-то другом? Наверное, об этом То, что не нашла сила вытащить его из этого болота Где-то дала на самотек Не приложила максимум усилия Нет, вы приложили максимум усилий для того, чтобы его убить Вы его убили И как вы считаете, как можно отмолить этот грех? Вообще, что можно сделать? Вот какая у вас миссия? Для чего Господь вам сохранил жизнь? Чтобы что? Я работаю в фонде Сколько лет вы трезвая? Шестой год Первый октября будет шесть лет Первый раз такой большой срок? Да, первый раз Вы говорите, семь лет лечились? Первый раз, да Самая длительная ремиссия была Я прошла реабилитацию И вы говорите, как отмолить этот грех Да Я сейчас занимаюсь то, что Помогаю таким же, как и я Вытаскиваю из этого болота А с этим просто сорвется И они оба пойдут по наклону И все Кать, вот перед вами Вячеслав У вас схожие судьбы У вас живы родители? У меня мама умерла Отец? Отец жив Братья и сестры? Родная сестра есть, старшая С ней в хороших отношениях? Да, в очень хороших отношениях А вот по-женски здоровье Как ваше, там, ребёночек, вот это как? Ну, к сожалению, 12 лет я была занята Очень такими важными делами И я семьёй совершенно не занималась И речи даже, и даже мысли не было А сейчас вам 35 лет? Конечно, я хочу создать семью А вы хотите детей? Конечно Мальчик и девочка У вас железное здоровье Я думаю, вас будут знать Потому что вы сумели сохранить зубы и волосы Зубы От героина летят в первый год Поэтому Просто скажите спасибо родителям Поклонитесь пояс Спасибо То есть у вас Сквозь, ну, всё Не разрушено Положительные черты Можно я ещё Несколько слов добавлю? Человек, от которого Который просто заряжает энергией Всё, что угодно Даже Неживые предметы Человек, который Ну, один из самых верных Ответственных И порядочных людей Катюш Вы какой сюрприз Приготовили? Я увлекаюсь Цветами У меня в Волгограде Небольшой цветочный магазин Как здорово Ой, какая АПЛОДИСМЕНТЫ Я приготовила Вот такой Небольшой сюрприз Смотри, какая красота Ну, слушай Ну, цветочный бизнес Что можно сказать? Слушай, сердце своё Выбирай Глазами Ведь не зря я выложила Твоё имя Цветами АПЛОДИСМЕНТЫ А я сижу и думаю Откуда этот восхитительный Запах мимозы? АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что я знаю Единственные духи Которые полностью состоят Из запаха мимозы Но у них другой запах Я прямо сидела и мучилась АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, держи Роскошный Красивый Будьте здоровы Живите долго Проходите с Вадим Спасибо вам АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слава, вам понравилось, Катерина? Внешне это, да Внешне это замечательный человек И как бы Много всего интересного Но Я просто Я, наверное, может быть Боюсь сказать Как-то определённо Что этот человек Лучше этот, хуже Как-то сразу так вот Хорошо, я даю вам Ещё несколько минут Потому что скоро Будем уже обсуждать Но если зайдёт к тебе Ты выйдешь за ним? АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте послушаем результат Сейчас, Роза Скажи мне Я считаю, что Вот с собой полностью согласна Катюша Прямо очень даже Вам подходит АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ То, что вот она несёт Свой крест Вот, наверное, это и есть Вот для вас благодать То есть и на руках будет носить И всегда поддержит И уж куда ж Как вот только такой Можно и доверить Собственно говоря Не надо бояться-то АПЛОДИСМЕНТЫ Вот не надо Вы тоже не святые Не, не святые А то вам жена, значит, нужна здоровая А не боятся А сами вы можете всё, что угодно Да вы все так говорите Я думаю, что вы внушаемые И вы доверяете Жанне И с вашей стороны Сейчас было как-то Не очень честно Дать такую характеристику Потому что я вам Не поверила Вы не до конца были искренни Нет, я всё равно Останусь при своём мнении Чем вам Екатерина Причём из мнения Жанны Конечно Нет, я не говорю, что она мне не понравилась Но я просто Говорю то, что она ему не подходит Я знаю Славу И, ну А поконкретнее, чем? Я не знаю Или она полностью не раскрылась А что вас интересует? Я её сейчас позову Мне кажется, Славе будет Ну, скучно, что ли, с ней Он просто Он жизнерадостный человек Весёлый Да я просто обхохоталась За сегодняшнюю программу Вот как он сидит С смурным лицом Так и она пришла Серьёзная На серьёзный разговор В общем, Кать Если угодно Свыше Да Сегодня Да То У вас могут начаться просто общения Тут никаких свадьбах ещё, к сожалению Речи нет Будет общение Василиса, Екатерина прошла Страшные испытания Я думаю, есть Про что ей Плакать Может быть, уже свою отплакала Как ты считаешь Вот пара Вячеслав и Екатерина Возможно? Я прежде всего Хочу обратить внимание На то, что у Екатерины Есть черта Которая её Отчасти могла толкнуть В эту самую яму О которой сегодня говорим Она человек Свободолюбивый И очень независимый И люди С выраженным ураном Очень часто себя чувствуют Отделёнными От всего остального Человечества Немножко И в себе сами Поддерживают Вот это ощущение Своей уникальности И особенности И поэтому наркотики Иногда Потому что Свободолюбивая Независима Иногда так Потому что кажется Что ты такой особенный Ты такой отдельный Сейчас ты Будешь делать то, что тебе хочется Независимо от того, что Вокруг говорят Взрослые или окружающие Хорошо это или плохо Потому что ты же свободный Человек Другое дело, что Они ещё больше попадают В зависимости Конечно Свободой тут не пахнет На мой взгляд Она не подходит вам Потому что Она девушка Гордая То самое Чего вы боитесь Лев Уверенная в себе С своим стержнем Несмотря на совершённые ошибки На раскаяние На попытки исправить Всё это Она себе цену Знает Знала И всегда её будет знать Вам нужна девушка Немного другая По-другому сформирована И больше уделяющая Внимание вам Я правда Не совсем понимаю Человечески Почему вы считаете Искренне Что вам Можно требовать Внимания От женского пола Я не вижу Аргументов Но тем не менее Внутреннего чувства Не переделать Вы действительно Ждёте Ожидаете От женщин Много внимания Она Будет больше Внимания Уделять себе И своим делам Вы сказали Я боюсь гордости Я её не боюсь Я её просто Ненавижу Даже Наверное Так сказал Особенно в женщинах Потому что в себе Вы гордыню поддерживаете Танюху выберет Танюху выберет Походу Те люди Которые чувствуют себя А зря Очень скоро Мы узнаем Какой выбор Сделает наш жених Оставайтесь с нами Что скажешь Ну На мой взгляд Всё-таки Первая Первый вариант Да То, что тебе нужно Ну да Ты с ней не соскучишься Ну у неё Да Такое Да это Хороший Это наш Это наш круг Твоё Я тебе скажу Там не важно Что красивое Некрасивое Там жильё Не жильё Это нас симпатичное Нет Я имею ввиду Там не внешние данные Что А В целом Больше положительное Сразу почувствовала Да Вот всё-таки Вот ты говоришь Одинаково Мы познакомились С тремя невестами И у вас сейчас Жанночка Есть возможность Посоветовать Вячеславу Одну из них Как вы думаете Ну однозначно Татьяна Она ему Больше подходит По жизни Я думаю Они долго вместе Проживут У них будут Детки Хорошие Хорошая семья Крепкая То есть Ну вот прям Это его человек Я вижу Спасибо Что вы скажете Я думаю Нужно Попробовать Пообщаться По крайней мере Роза Я вот знаете Дела он Он просто физически Не смог Я поняла Вы знаете Китайская народная Мудрость Гласит Что здоровье Это первое Богатство А счастливое Супружество Это второе У вас По сути Ну как бы Богом дать нам было И то и другое Ну уж правда Я не знаю Не мое это дело Дела Господни Это влезать Почему вам Второй шанс А мне кажется Что все таки Наша третья Невеста Забыл как зовут Екатерина Мне кажется Что именно Екатерина Потому что Согласно С Василисой Сильная женщина Должна быть Рядом с вами Как пример Способна Держать вас И может быть Ну что-то Вот из этих Вот богатств Либо здоровье Либо супружество Вы приобретете Во втором варианте Рядом Сильная должна быть А никак не Слабая И подчиняющая Если бы по нас Личину Совсем бы так Да Ты бы сейчас Пошла и взяла телефон Сказала Давай чувак Познакомимся Ты же будешь Так делать или нет К сожалению Наша программа Коротка Истории мы Сегодня рассмотрели Много Времени Было мало И мы затронули Только одну тему Как вы смогли справиться Как вы выжили Как вы завязали И мы совершенно Не говорили о том Какие вы люди При том Что вас связывает Одно Вы Трезвы По многу лет Но вы разные При всем при этом У вас такой характер У Татьяны Анны Екатерины Совершенно другой Мы абсолютно Вашу совместимость Не рассматривали Не может Двоих людей В браке Держать Одна общая реальность Это Плохая Пагубная Привычка И избавление От нее Что-то должно быть Еще Вы знаете К кому вам Сегодня пойти Больше Постарайтесь Никому не ломать Судьбу Потратьте Сейчас Много энергии Времени Для того Чтобы еще раз Позвонить матери Попросить ее Посмотреть Эту программу Потом налаживайте Отношения С ребенком Со своей бывшей Договаривайте Если нужно Унижайтесь Если нужно Обещайте Наступите себе На гордость Наступите себе На горло О том Чего вы говорили И только потом Вам будет С какой-то Из этих женщин Не важно Татьяна Анна Екатерина Хорошо Вы будете В покое И в гармонии Но Я считаю Что наша программа Сегодня поучительная Хотя и очень непростая У меня есть Ощущение Что мы все Какую-то тяжелую Вахту отстояли И Сейчас рекомендую Вам Татьяну Я это делаю С каким-то облегчением Проходите У вас будет Несколько шагов Для того Что может быть Вы поменяете Своё решение Поэтому Мы вас В любом случае Поддержим Наши будущие герои Ждут ваших откликов Отправляйте СМС С их номером По телефону 415 1 Екатерина 25 лет Номер 3078 Парапсихолог Посещает музей Читает Гоголя И пишет песни Готовит к выпуску Эзотерический роман Познакомится с заботливым Неординарным мужчиной Нацеленным на создание семьи Олег 30 лет Номер 3084 Инженер Знает Три иностранных языка Коллекционирует Настольные игры И обожает петь В караоке Мечтает побывать В Исландии Познакомится с доброй Жизнерадостной девушкой Которая всегда будет ждать его дома Мы не знаем Выйдет Вячеслав Один или с избранницей Я приглашаю всех выйти Чтобы его поддержать Заходи в дом, дорогой Здравствуйте Красавчик Вы знали? Я просто был уверен Я думаю, что эта женщина Просто будет искров в твоей жизни Да Вы, кстати, смотритесь Будете друг друга дополнять Ну что, заискарим? У нас есть пара Вячеслав и Татьяна Если вы одиноки Заполняйте анкету На сайте Первого канала И становитесь Участником программы Если вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс С именем героя На номер 4151 А я, Лариса Гузеева Желаю, чтобы Любимый человек Обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи Удачи Где ты хочешь отпраздновать свадьбу? Я Где угодно Куда ее послали Туда и пошла Зато и искалась Пришла, а потом На коняшке прискакала С умрудами С бриллиантами Хорошо так Милый, ну как так можно? Мы же с тобой вместе Ну почему? Ну почему? Весна такая Выдаль с такими Настали Цик-цик-цик-цик-цик-цик Никто вас такую противную Кроме папы Любить не будет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова